Я просто как ее увидела, про все забыла. Мне захотелось просто ее иметь. Все, ничего личного. Ага, смотрите. Давайте-ка я еще поставлю одну полочку прикольную. Тут она подойдет. Так, листаем, листаем. Вот такая полочка у нас будет. Стоять, я не знаю, нафига она, Руни. Не знаю, просто нафига она ей. Кстати, ребят, кто не знает секрет этой картины, тут есть домик для крампетов. Мы сюда нажимаем, и тут может жить крампет. Такой старовинный домик. Но это нам не подходит под наш стиль. Я тут хотела вот такую вот картину, вот тут где-то. Но она тут не подходит, мне кажется. Я что-то получше найду, спасибо уж. Вот это такое сердечко. Прикольно, я сердечко буду. У Руни тоже должны быть какие-то плакаты, но только не как у маленького Корги. Знаете, она же там всяких рок-звезд любит. Вот такие вот у нее будут розовые, яркие, вызывающие плакаты. Вы же нашу Руняху знаете. Она там ассистенткой хотела стать рок-звездой. Она такая, она любит вот этих вот всех звезд, своих кумиров. Задолбала меня уже. Настя, можно на концерт? Настя, можно на концерт? Почему ей дома не сидеть? За что? Дом это самый классный концерт. Даже не концерт, а зоопарк. Шумана, дом это самый лучший концерт. Тут все накричатся, напоют. Я не понимаю, зачем она туда ходит. Кстати, вот тут такой классный розовый диск. Мы его тут Руни повесим. Так как там много плакатиков, я вот этот вот, наверное, уберу. И вот тут будут. Вот, вот так вот. Вот тут, смотрите, возле диска вот тут будут такие плакатики расположиться. Во. Уже, вот. Кажется, получше, да, скажите? Вот такая вот красота. У Роньки еще должен быть какой-то коврик. Коврик, коврик, коврик. Вот такой желтенький. Красота. Дом Роньки мы закончили. Хотя, стопэ. Тю-ю-ю, я лампу забыла поставить у себя. Ну, я, конечно, ничего удивительного, ребят. У меня забыть, это обычное дело. Давайте-ка мы еще тут. Это, лампочку одну хочу найти прикольную. Где тут была такая? А я, наверное, пролистала уже, пока тут с вами разговаривала. Лампочки там такие крутые были. Ой, вот такая вот, все, нашла. Вот лампочку такую хотела поставить. И вот такие вот висящие растения. Скажите, они тут подходят. Какая красота, атмосфера. Такую еще маленькую зеленую штучку. У меня гирлянда висит. Я испугалась. Что с ней? Да, блин, что-то в воздухе. Все, вроде не в воздухе. Вот сюда положим цветы. Вот такая красота. А вот сюда такую зеленую в шинтипульку. Все. Включаем гирлянду. Очень красивая комната. Точно, я совсем забыла. Я же вроде еще хотела вот такой планшет поставить. Вот. Чтоб она побольше в свои игру не играла. Так, подушечки. Точно. Я хотела же вот такую подушечку ей поставить. Ой, вот тут давайте будет подушечка. Красота. Ничего не сказать, кроме красоты. Вот идеально. И мне хочется что-то не ванну обустраивать, а комнату Джея. Что-то меня прям тянет на его комнату. Окей, давайте-ка мы обустроим комнату Джея. Так. Поднимаемся. У-у-у, какое тут все страшненькое. Ух ты, пух ты. Давайте-ка мы ему, во-первых, изменим обои. У Джея что-то такое. Он, знаете, все такое светленькое любит. Джея там темного обычно не любит. Вот такие беленькие. Мне кажется, беленькие подходят. Давайте мы оставим белое. Холмус заменим. Скажите, стало лучше. Скажите, стало лучше. Сразу так светлее. Мы там трещины убрали. Еще кайфовый для него цветок. Джея любит. Вот, вот этот вот. Вы посмотрите, он вот тут будет сбоку стоять, этот цветочек. Вот так вот, да? Вот так вот. Вот так вот. Все. Вы спросите, какая для него будет лежаночка. А лежаночка будет вот такая. Она тут идеально вот так вот под деревом находится. Вы посмотрите, какая красота. Прям ровно под деревом. Ну, как же Джей будет забираться на эту штуку? Ему там, не знаю, нужны какие-то полочки, которые будут его держать. Смотрите. Мы сейчас быстренько построим этот такой путь. Вот так вот. Джей будет на эти штучки прыгать и вот так вот залазить. Вот так вот на одну штучку прыг, на вторую штучку. Вот так вот на одну штучку прыг, на вторую штучку прыг. И потом вот сюда вот так вот залезет, вот так вот. И может туда наверх залезть, если хочет. Дальше для Джей тоже нужны игрушечки. Вот тут я хотела их сделать. Ну, это как-то не подходит. И косточка тоже не подходит, потому что он кот. Хм. Да уж. Может, такой сундук все-таки. Давайте мы оставим сундук все-таки. Вот такой вот так он прикольно открывается и закрывается. Для кота можно положить апельсинки, ну, дается все. Ему что-то какие-то котячие нужны игрушки, знаете. Для котов какие. Ну, креветку можем положить. Еще вот рыбку, сосиску, еще такую мышку. Ему-то много игрушек не надо. Такой еще мячик давайте мятовый положим. Ну, думаю, ему игрушек достаточно. Джей обычно игрушками не нравится. О, смотрите, какой он прикольно открывается. Давайте-ка мы вставим фотографию его подружек. Да, кто не знал, у Джей есть подружки. И вот его красотки. Черненькую кошку зовут Мурдиелла. Оранжевую Партиальда. Вот это вот сверху с бантом на шесть зовут Муркотидзле. А вот это Муркомурковна серенькая такая в самом низу. Вот такие у него подружки. Кстати, Джей вроде хотел на какой-то, как там его, на свидание сходить с кем-то из подружек. Напишите в комментариях, как вы думаете, с кем он сходит на свидание. С рыженькой, с бантом, вот эту или черненькую. А то он мне говорил, что на какое-то свидание будет идти. Странненько, странненько. Вот у давайте будет такой цветочек. Ну, в принципе, все. А нет, не все обязательно, как я могла забыть. Коврик в виде кота. Это же самое главное, коврик в виде кота. Еще лампочки ему нужны, чтобы он ночью не боялся. Вот такая вот прикольная вхе. Вы посмотрите, какая красота. Вот такая вот. О, я придумал. Давайте у него еще будет фотографии еще одной. Подружки. Ее вот тут нет. Вот такая вот. Как ее назовем? Муриальда-хуриальда. Вот Муриальда-хуриальда ее зовут. Вот тут будет у него стоять фотография своей подружани. А вот тут он будет залазить. Вот так вот. И хоп. И хоп-хоп-хоп. И вот сюда. Хоп. И упал. И упал. В принципе, комнату Джей мы закончили. Посмотрите, какое живописное место. Какая красота. Только вот тут бы я что-то рядом поставила. Знаете, мне что-то тянет. А-а-а. Чу. Точно, 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 ребят. Я забыла лампу в виде... Вот, в виде котельки поставить. Вот. Лампа в виде котельки. Я-то думаю, чего тут не хватает точно. Мы же ему так никакие лампочки не поставили. Вот. Все. Теперь ему точно не будет страшно. Теперь мне хочется комнату Павсикаки обустроить. Она будет находиться на первом этаже. Вот тут будет комнатка Павсикаки. Ренчев-руля. Называйте, как хотите. Вот такие вот светлые обои. Вот так вот. Пам-парам-папам-пам-пам. Красота. Или желтенькие. Дайте светленькие. Пол уже есть. Знаете, клеток, к сожалению, нет. Очень жалко, что нет клеток. Ну, зато будет у него свобода. Вот такой вот пуфик. Такой прикольный пуфиндо. И, ребят, момент. Мой Павсикаки чересчур много грызет растения. Потом мама удивляется. Где мои хризантемы? Где мои эти нарциссы? Ты чего их погрыз? Речь реально у нас цветы сожралась. Маленький, маленький Павсикаки ренчев-люль. Поэтому у него тут будет комнатка растений. Он вот, мы сейчас вот тут ему расставим растения. Вот. И он тут будет их грызть сколько захочет. Главное, чтобы к моим не приставал. А то мне не нужны погрызанные растения. Не-не-не, Павсикаки, не-не-не, я тебе не дам свои растения. Вот как думаете, столько ему растений достаточно? Мне кажется, что вдоль поперек. Кстати, даже Павсикаки им полезно, что мы ему иногда травку нарезаем. Ему травка полезная. Вот так вот. Он тут будет залезать и грызть свои растения сколько хочет. Я же не хочу, как говорится. Такой коврик апельсинка. Вы посмотрите, какая красота. Я ему еще бы хотела картинку попугая поставить, но тут попугаев нет, к сожалению. Рич, наверное, обиделся на то кабука, что попугаев нет. Как так? Это ж Павсикаки. Ему нужны друзья, его попугинки. Маленькие засранчевские, которые постоянно растения грызут. А он без друзей. Давайте мы как-то обрадуем Ричика, ребят. Ричи Флюль. Так, смотрите. Давайте мы ему... Вот тут еще такое верхнее растение. У него тут будет вверху. Вот. Сколько хочет пусть растения. Посмотрите, уже комната вся растениями заполнена. Еще один момент. Ричику нужно поставить мысочки, в которых он будет есть. Вот, вот, вот. Это мысочка у него будет для зерен. Сейчас я тут зерна покладу. Так, вот тут самый конец. Листаем. У нас две упаковочки. Потому что одной не хватает. Вот он будет вот так вот заполнено. Вот так вот ложим. Одна и вторая часть зернишек. Все. Надеюсь, повсекаки будет доволен. У него полная мысочка. Ешь не хочу. Давайте-ка, последняя часть, которую я на сегодня обустрою, это вот тут будет куточек гостей. Тут есть вот такой вот классный зеленый диван с таким полотенечком. Кремовым. Такого кремового цвета. Сверху картина. Без картин дом не должен существовать. Картины самое главное. Не знаю, почему я их постоянно вешаю. Картина это жизнь моя. Без картин я не смогу прожить. Кстати, я еще хотела поставить два этих пуфика все-таки, чтобы они и тут были. Я помешана на этих пуфиках. Ребят, спасите меня. Цепите меня от этих пуфиков. Я скоро сойду с ума от этих пуфиков. Они такие классные, прекрасные. В общем, нравятся они мне. Я в них влюблена. Мои любимые пуфики. I love you в пуфике. Да, я в английском не шарю. Вы это не удивляйтесь. Так, давайте я вот так вот их немного подвину. А то они как-то далеко от дивана. Вот, как-то уже получше вот так вот. Хотя вот так вот даже вот-вот. Все, теперь идеально, я думаю. Вот, нормальное расстояние. Так, смотрите. Еще какую-то лампочку я бы хотела. Вот такую лампочку прям. Ну, такую желтенькую можно. Смотрите, желтая лампочка. Вот тут давайте вот такую черненькую поставим. И какое-то растение. Кстати, вот такая прикольная штучка. Я ее хочу на улице поставить. И, оп, оп. Так, это убираю. Давайте я... Так, смотрите. Вот тут я хочу поставить такую коробку для писем. Да, тут будут письма. Вот тут будут письма доставлять. Блин, это штучка не влезает. Значит, вот тут будет. Я всегда найду путь. Я хочу какую-то картину поставить. Ну, картины, картины. Ну, нужны они мне. Ну, не могу я жить без картин. Ну, вот такой вот человек я. Отлично. Вы только посмотрите, ребят, какой у нас выходит домик. Кстати, вот тут еще есть кровать. Вот тут в диване кровать есть. Можно вот так вот ее расстелать и ложиться. Вот так вот прикольненько. Смотрите. А, кстати, вас интересовало, сколько тут влезет человек? Давайте попробуем. Смотрите, застало несколько персонажей. Моя мама. О, влезла. Еще брат. О, влезла. Это тетя. А, не влезает. Походу, везде по три человека. Вот тут еще одна и папа. Да, а тут не может влезть четвертая, да? О, да, смотрите. Еще можно так вот снять. Что такая... Тут можно, ребят, снять семью на шесть человек. Вот как будто тут у них только одна комната в однокомнатной квартире. Вот так вот можно снять, что у них одна комната. И все спят на одном диване. Вот тут достало несколько персонажей, как прям всю свою семью. Вот давайте мы вот тут тетю. Тут еще одну тетю. И вот еще какую-то. Тут... А, четвертый не может поместиться. Выходит, везде по три человека может, да? Вот на каждой кроватке, ребят, по три человека. Так, а вот четвертый тут не влезает, к сожалению. Вот и только на пуфике может посидеть и тут поспать. В общем, вот тут всего в диване помещится. О, ребят, смотрите, что можно делать вот так вот. Ложим там персонажей. Наводить вот спящую эмоцию. Вот, как будто еще персонаж на диване спит. Тут может просто бесконечно быть людей. Вот, вот тут можем вот так вот персонажей наставить, как будто вот они тут спят. Поэтому тут можно просто бесконечно персонажей внести. Прямо может быть семья даже на 20 человек. Там 6 лежат, а другие остальные на диване спят. Ну что ж, ребят, на этом у нас было все. Обязательно ждите вторую часть, как я обустраиваю вторую половину дома. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, ставьте лайк. Напишите в комментариях, как вы думаете, с кем обязательно на свидание сходит Джей. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok